В эфире новости на губернии 33 в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте! О самых важных событиях уходящей пятницы расскажем в нашем выпуске. Во Владимирской области вновь установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили 168 жителям региона. По данным федерального штаба по коронавирусу, 8 пациентов с COVID-19 скончались. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 368 летальных случаев. Лидирует по суточной прибавке город Владимир. Коронавирусом заболел 41 жителей областного центра. 17 новых инфицированных выявили в Муромском районе, 15 новых случаев в Гусь-Хрустальном, 11 пациентов в Ковровском районе. В остальных муниципалитетах число заболевших не превысило 10 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 14 892 жителей Владимирской области. В регионе растет число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Медики говорят, что это связано в том числе с обострением у таких больных хронических заболеваний. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила директор облздрава Елена Утемова. Перенесенная коронавирусная инфекция приводит к обострению целого ряда заболеваний. Это и сахарный диабет, это болезни системы кровообращения. Приводит к существенным нарушениям реологии крови. То есть у таких пациентов более часто формируются тромбозы и тромбоэмболии. И пациент может погибнуть тогда, когда у него уже формально коронавирусная инфекция излечена. У него уже отрицательные контрольные мазки, но в связи с обострением сопутствующих заболеваний наступает смерть пациента. Сегодня шесть больниц Владимирской области полностью готовы начать вакцинацию от коронавируса. На первом этапе в регион поступят 300 доз препарата. Всего до Нового года Владимирская область получит 1100 доз. Первым прививку от COVID-19 сделают медикам, педагогам и работникам учреждений социального обслуживания. В целом в России планируют в рамках национального календаря прививок бесплатно вакцинировать 60% взрослого населения. В настоящее время по инструкции о медицинском применении препарата вакцина разрешена к применению с 18 лет до 60. Что делать гражданам старшей возрастной группы? Опять же, как были проинформированы органы исполнительной власти, до 20 декабря в инструкцию по медицинскому применению будут внесены изменения. И применение вакцины будет разрешено в возрасте старше 60 лет. Самое частое нарушение в кафе и торговых центрах региона – посетители без средств индивидуальной защиты. Некоторые гости просто отказываются надевать маску. Об этом сегодня рассказали в администрации региона. На втором и третьем месте в рейтинге нарушений игнорирование QR-кодов и нежелание сотрудников предприятий измерять температуру. Сотрудниками Роспотребнадзора было установлено не просто неведение журнала по термометрии у сотрудников, а фактически даже не измерение посетителям данной температуры. При установлении неведения журнала по сотрудникам по измерению температуры была измерена температура у сотрудника, присутствующего на рабочем месте. И у данного сотрудника была выявлена температура. То есть это вопиющий факт, даже скажу, хамского отношения к посетителям. В администрации области еще раз напомнили, что введенный в регионе режим повышенной готовности обязывает кафе, столовые и магазины соблюдать меры безопасности. На сегодняшний день в области приостановлена работа детских развлекательных центров. Общепиты не должны работать с часу ночи до 6 часов утра. Исключение составляют только придорожные столовые, кафе, за чертой города и точки, которые работают на вынос. За соблюдением этих правил сидят сотрудники профильного департамента, полиции и Роспотребнадзора. В случае нарушения владельцам бизнеса придется выплатить штраф от 30 до 300 тысяч рублей. Либо предприятие прекратит работу на 90 дней. Все запреты действуют сейчас, в настоящее время, и до 29 декабря по общепитам, по детским развлекательным центрам до 15 декабря. Всего в ноябре и декабре совместно проведен мониторинг 3857 хозяйствующих субъектов. Из них 1997 – это магазины, а объекты общественного питания составили 1860 посещений. Продолжаем выпуск. Последствия разлива мазута возле станции Новки в Камешковском районе устраняют с опережением сроков. Об этом сообщили специалисты Горьковской железной дороги. Завершить работы планировали до 15 декабря, но уже сегодня они на заключительном этапе. Угрожает ли что-то сейчас окружающей среде региона, расскажет Игорь Липский. Почти месяц назад возле станции Новки в Камешковском районе с рельсов сошел грузовой поезд. В результате ЧП разлились шесть цистерн с мазутом. К ликвидации последствий специалисты РЖД приступили сразу же. Обваловали территорию, установили боны, которые необходимы, чтобы мазут не распространялся. И поэтапно начинали уже уборку цистерн, уборку рекультивации земли, уборку мазута с рельефа местности. Площадь загрязнения по оценке специалистов Росприроднадзора составила один гектар. На исследование были взяты пробы почвы. Анализ образцов показал десятикратное превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам. Но в РЖД уверяют, сейчас окружающей среде ничего не угрожает. Мы выемку произвели нефтезагрязненного грунта и произвели полную засыпку чистым грунтом, в том числе и плодородным. Исходя из этого, данные показатели соответствуют требованиям сегодняшних норм. Движение поездов в оба направления Горьковской линии открыты. Все поезда ходят по графику. На сегодняшний день на станции Новки ведутся завершающие работы по уборке территории. То, что вы видите непосредственно здесь, это та работа, которая была проведена. Еще раз говорю, около 20 тысяч кубов загрязненного грунта вывезено и засыпано порядка 563 так называемых вертушек песчаногравидной смеси, песка и бута. 10 тысяч кубов загрязненного грунта уже вывезли на площадке временного накопления в Ярославль и Дзержинск для утилизации. По словам специалистов, сейчас экологической обстановке района ничего не угрожает. Но на этом работы на участке не закончатся. Весной экологи используют специальный биосорбент. Его смешают с водой и распылят по территории загрязнения. Раствор должен уничтожить последние микроскопические частицы мазута. Игорь Липский, Олег Маньков, Куберния 33. И к другим темам. Выстрелил в человека и скрылся с места преступления вместе с отчимом. Владимирский областной суд вынес решение по громкому уголовному делу об убийстве егеря в Собинском охотничьем хозяйстве. На скамье подсудимых оказались два жителя поселка Уршильский Гусь-Хрустального района. Подробности в нашем репортаже. Подсудимый Павел Горячев и Александр Гаврилов заметно нервничали. Основания есть их. Преступление шокирует своей хладнокровностью. 21 мая 2019-го мужчины решили поохотиться. Дело было вечером. Взяли из дома ружье и поехали в ближайшее охотничье хозяйство. Оно находится в Собинском районе от поселка Уршильский, где жили отчим с пасынком. Это два часа езды на машине. Долго ждать не пришлось. Стали стрелять. Это услышал местный егерь. Выехал с проверкой. Незваные гости, увидев служебную машину, разделились. Горячев с оружием спрятался в кусты. Гаврилов ждал инспектора на дороге, чтобы поговорить. Но диалога не получилось. Когда егерь обратился к Гаврилову с требованиями, что вы здесь делаете, где продукции незаконной охоты и так далее, Гаврилов сказал, ничего не знаю, я здесь один ищу собак. Соответственно, Акимов не поверил. Взял фонарик, пошел, направился в лес. И тут прозвучал выстрел. Горячев выстрелил ему в голову. После этого стрелок вместе с отчимом скрылись с места преступления за рулем служебной машины. На полпути беглецы решили спрятать ее в кювете и сожгли свою верхнюю одежду. В момент совершения преступления мужчины были пьяны. Разрешения на ношение оружия и охоты у них не оказалось. Ольга Акимова, вдова убитого егеря, помнит тот вечер в деталях. Ту ночную смену муж ей не отвечал на звонки. На следующий день его нашли мертвым. В голове не укладывается у меня до сих пор. Я не могу в это поверить, что вот так вот все это получилось. Я не верила, когда утром, на другой день мне говорили, наверное, он погиб. Я говорю, что он, как может быть, но не может быть, он, наверное, я не знаю даже что. Может быть, увезли только куда-то его. Трудно в это поверить до сих пор. Полтора года уже прошло. И Гаврилов, и Горячев признаны экспертами, вменяемыми. Павел не впервые привлекается к уголовному процессу. Ему всего 24 года. Александр с законом тоже не дружит. Он много раз был на скамье подсудимых за воровство. Для областного суда дело об убийстве егеря имеет особое значение, потому что свой вердикт вынесли и присяжные заседатели. Мужчины активно сотрудничали со следствием, однако не согласились с позицией прокурора в части наказания. Гособвинитель просил определить обоих подсудимых в колонию строгого режима, но на разные сроки. Гаврилов к шести годам и двум месяцам горячего на 19 лет. И считаю несправедливым, так как я говорил, что у меня прицельного выстрела в голову не было, умысла на убийство не было. Угнали, да, спонтанно получилось. Мне Гаврилов говорил, чтобы вызвать скорую. Я отказался, так как у меня похмельный синдром на высокой стадии. Я прокапываюсь от алкогольной независимости. Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил мужчин к лишению свободы в колонии строгого режима. Горячев отправится за решетку на 17 лет. Его отчим на 4 года и 7 месяцев. Исковое заявление к молодому стрелку на компенсацию морального вреда удовлетворено частично. Горячев должен выплатить до веегеря 700 тысяч рублей. Ольга Эльфимова, Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33. Во Владимире на повороте к поселку РТС вернули светофор. Его установили после многочисленных жалоб жителей, которые боялись переходить примыкающую к федеральной трассе дорогу. Ведь движение там всегда оживленное. Светофор установила компания Упрудор Москва-Нижний Новгород, которая отвечает за федеральную трассу. Замена объекта не входила в проект ремонта, но в организации пошли на встречу жителям после того, как объект демонтировала мэрия Владимира. Спасибо, что поставили светофор. Это, конечно, очень хорошо. Но машины останавливаются не всегда, даже на светофор. Во Владимире четыре дня подряд полицейские искали 19-летнюю девушку. 8 декабря она не вернулась домой и перестала выходить на связь. Ее родители обратились за помощью к волонтерам отряда «Лиза-Алерт». Григорий Кошкин расскажет подробнее. К поискам девушки подключились восемь волонтеров. Старшей группы Андрей Сарычев не только распределяет задачи, но и сам расклеивает листовки. Ориентировку на девушку помогли составить ее родители. 8 декабря, когда Нина не вернулась домой, она была одета в теплую зимнюю куртку и красную юбку. По поиску этой девушки в отряд обратилась ее мама, в то время как отец подавал заявление в полицию. Информацию о пропаже девушки поисковики расклеили на оживленных дорогах областного центра. Опубликовали посты в соцсетях с просьбой распространить сведения. Ориентировки дали и таксистам. Они бывают в разных частях города и часто помогают волонтерам. Может в интернете, в каком-то клубе она там записалась. Надо смотреть ее интернет, с кем она общается. К поискам девушки подключили и новичков-волонтеров отряда «Лиза-Алерт». Екатерина Бойкова обзванивала городские больницы. Красный крест, автоприбор, Каманина, которые есть в больнице, все обзванивались. Кто-то не хотел давать информацию, кто-то говорит, что нету такого человека. Три часа назад волонтеры «Лиза-Алерт» сообщили, что Нина нашлась. По предварительной информации, девушка здорова и находится в Москве. С начала года волонтеры отряда приняли больше 500 заявок о пропаже людей. 102 ориентировки на детей и подростков. До сих пор не найдено 25 человек. В том числе Николай Сухарев, Мария Зудина, Татьяна Киселева. Если вы узнали этих людей на фотографии, сообщите в полицию и волонтерам. Горячая линия работает круглосуточно. Григорий Кошкин и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33. Новогодние праздники в социальных учреждениях пройдут в закрытом режиме. Но подарок получит каждый ребенок. На эти цели из областного бюджета уже выделено 5 миллионов рублей. Сейчас мы закупаем подарки. И около 10 тысяч детей из малообеспеченных семей. Во-первых, все дети инвалиды. Около 5 тысяч таких у нас деток получат подарки от губернатора. И еще многодетные и малообеспеченные семьи. Детки из этих семей, где 5 и более детей. Тоже более 4 тысяч таких деток проживает в семьях. Тоже подарками будут обеспечены. Обязательно. Еще 23 тысячи подарков уже закупили на деньги спонсоров. Всего в этом году Департамент соцзащиты направил на поддержку жителей Владимирской области почти 11 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. В следующем году в поселке Гусевский начнется строительство дома-интерната на 130 мест. Социальный городок появится и в Киржаче. Финансирование на эти работы уже предусмотрено. Кроме того, из-за пандемии в следующем году продолжится поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Мы доставляли продукты питания, отрабатывали заявки. У нас телефон, два телефона социальных, которые работают круглосуточно. Принимают звонки от всех граждан, жителей нашей области. Мы их отрабатываем. Если это к нам вопрос, то быстро оперативно мобильные бригады выезжают и помогают. Больше 33 тысяч продуктовых наборов, предметов первой необходимости были доставлены. И мы принесли вместе с волонтерами, пожилым, инвалидом, семьям с детьми. Экспортный потенциал компании малого и среднего бизнеса 33 региона растет. В этом году, несмотря на пандемию, было заключено контрактов на 62 миллиона долларов. Это в четыре раза больше плановых показателей. Накануне региональный центр поддержки экспорта совместно с Владимирской таможней провел семинар для участников внешнеэкономической деятельности. Подробности далее. Поддержка экспортеров 33 региона – главная цель семинара. Заявки на участие подали 70 компаний разных отраслей экономики. Встреча прошла в онлайн-формате. На вопросы бизнесменов ответили представители Владимирской таможни. Они рассказали об изменениях в законах. Главное из них – упрощение процедуры вывоза товаров за пределы России. В первую очередь, это сокращение сроков таможенных операций. Если у нас при электронном декларировании автовыпуск сейчас идет, осуществляется в течение трех минут, с пользой для основы лица – это 40 минут. Раньше эти сроки были от одного рабочего дня до трех. Ставки таможенных пошлин налогов вывозные в 96% случаев не установлены. Сейчас 80% таможенных деклараций выпускается без участия специалистов, то есть автоматически. А досмотр товаров экспортные группы проводят лишь в 5% случаев. Владимирская таможня работает в четырех областях. В ее составе 17 постов. Специалисты проводят таможенные досмотры, отборы проб и образцов товаров. Также они консультируют экспортеров. Представителей бизнеса, любых заинтересованных лиц, о действующих правовых актах, готовы решать вопросы, с которыми сталкиваются лица при осуществлении внешнеэкономической деятельности, либо при реализации положений таможенного законодательства. Несмотря на пандемию, малый и средний бизнес нашего региона в этом году нарастил экспортный потенциал, превысив плановые показатели по сумме заключенных контрактов в 4 раза. Это произошло во многом благодаря поддержке регионального экспортного центра, сотрудники которого помогают бизнесу выходить на международный рынок. В силу определенных сложившихся обстоятельств этой СНГ, мы активно развиваем сотрудничество с Ближним Востоком, активно развиваем сотрудничество со странами Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии. Не буду сейчас раскрывать, но одна из компаний готовится сейчас к поставке крупного контракта в Танзанию. В планах у владимирских производителей выход на рынки Латинской Америки, в том числе Бразилии и других стран БРИКС. Каждый год поддержку экспортного центра получают более 230 компаний малого и среднего бизнеса. Илья Лопушенко, Татьяна Гордеева, Олег Маньков, Губерния, 33. Новые спектакли, гастроли и фестивальные награды Владимирский областной театр драмы подвел итоги этого года. Несмотря на пандемию и пожар, в результате которого пострадала главная сцена, артисты продолжали радовать зрителей. За последний год театр представил 7 премьер. Последняя трагикомедия по пьесе Чехова «Скрипка Ротшильда» состоялась в начале декабря. Силами театра был организован показ спектаклей под открытым небом в Суздале. Артисты труппы вернулись с наградами с известных театральных фестивалей, а также провели гастроли в шести городах нашей страны. Рязань, Тамбов, Орел, Калуга, Белгород, Тула. Мы показывали три спектакля. «Примадонны», «Новый год форево» и «Моя профессия сеньора зубчатства». Но в Тамбове мы показали еще один спектакль. «Желанная» – это еще одна наша премьерная работа этого года. И людей в зале было не столько, сколько бы мы хотели, но это, опять-таки, связано с ограничениями. Но во всех городах то количество зрителей, которое было позволено войти в зал, всегда были на наших спектаклях». В следующем году театралов ждут новые премьеры. Первая состоится уже 14 января. Это спектакль о врачах под названием «Лечить, любить, спасать». Мы вот еще спорим, может быть, не лечить, любить, спасать. Может быть, лечить, спасать, любить. Чтобы любовь была в конце, которая объединит вот эти две миссии. Лечить людей, спасать их, вытаскивать их с того света. То есть это реальные истории реальных сегодняшних врачей, которые нам поведают всю правду и всю, так сказать, и боль, и радость, и тяжесть, и всю современность вот этого нашего сегодняшнего проблемного года. Сегодня поклонники танцевального искусства в разных странах мира отмечают День танго. Дата 11 декабря была выбрана в честь дня рождения аргентинского певца и актера Карлоса Горделя. В начале прошлого века именно он открыл танго для европейцев. Сегодня, как и сто лет назад, этот латиноамериканский танец не теряет популярности. На занятия в танцевальном клубе побывала Татьяна Гордеева. Танец души. Так называют его поклонники танго. Родина этих латиноамериканских ритмов Аргентина. Танго зарождался не как спортивный танец. Он имеет социальное значение, и главное в нем отношение. Он зарождался в общежитиях, он зарождался в порту, он зарождался между обычными людьми, которые никогда до этого не танцевали танго. Грузчики, портовые рабочие, моряки. Движения, которые позволяют нам понимать друг друга. И в аргентинском танго главное не движение на показ, а главное взаимодействие. В своей обычной жизни Сергей Артамонов врач-хирург. Он работает в областной больнице, сейчас руководит коронавирусным госпиталем. Танцами начал заниматься около пяти лет назад. И противоречий между своей серьезной профессией и хобби не видит. Мне кажется, очень органично. Достаточно глубокий танец, достаточно интеллектуальный в конце концов. И поэтому мне, как врачу, было, во-первых, очень интересно вообще вся история танго. Учиться танго Сергей начал вместе с супругой Вероникой и коллегой по работе в больнице Еленой Занозиной. Сейчас они все вместе преподают в танцевальном клубе. По мнению супругов Артамоновых, совместное обучение этому танцу способно изменить отношения в семье. Одни открывают в своей половинке новые достоинства. У других могут обостриться скрытые проблемы. Разные черты обоих открылись. Но просто с этой стороны мы друг друга не знали. Каждый человек, приходя в танго, он обретает себя. На танцполе нельзя притворяться, нельзя быть кем-то другим. Как бы ты ни старался, какие бы ты там себе розы в зубы не вкладывал, на танцполе ты станешь самим собой. Танго мелангера – наиболее популярный сегодня вид этого танца. До пандемии в крупных городах нашей страны регулярно проводили танго-вечеринки мелонги, а также танго-марафоны, участники которых танцуют в течение нескольких дней с небольшими перерывами на отдых и еду. Танго – это внутренний покой, танго – это умиротворение, танго – это глубина, танго – это огромное количество прекрасных слов, которые можно сказать про этот танец. И это не танец рук и ног, это танец души. В социальном танго нет резких движений, требующих специальной гимнастической подготовки, поэтому обучиться ему можно в любом возрасте. Ну и плюс, конечно, скажем так, борьба, наверное, с геймером, ну как я, медик, могу об этом сказать, потому что нужно запомнить движение, нужно услышать музыку, нужно вставить это движение в танец, то есть ты постоянно напрягаешь свои извилины. В этом клубе пожилые ученики танго – не редкость. Для многих из них занятия в первую очередь общение и новые эмоции. Удовольствие, моральное натворение, эмоции. Мне это просто интересно. Во время пандемии танго-вечеринки не проводят, поэтому уроки в клубе для любителей танцев – настоящая отдушина. Они дают уникальную возможность, хоть ненадолго, погрузиться в прекрасный мир музыки, движений и чувств. Татьяна Гордеева, Дмитрий Манапов, Губерния, 33. По-настоящему экстремальный вид отдыха практикуют жители Судогодского района. Судя по видео, которое выложил на YouTube-канале «Семья», для этого нужны лишь морозостойкость и мобильная баня. Виталий Цыплев снял на камеру, как его семья проводит свободное время. Полтора года назад он купил мобильную баню, и с тех пор вместе с зачерми 10 и 14 лет он практикует моржевание. Мужчина купается в ледяной воде в реке Судок, да и его дети бегают по льду в одних купальниках. На ногах вместо коньков у них резиновые тапки. Девочки также обливаются водой прямо на морозе. После этого они бегут греться в баню, которая называется «мобиба». Виталий утверждает, что экстремальный вид закалки укрепляет здоровье. Простуды и ОРВИ обходят семейство стороной. Это были все новости на сегодня. Не забывайте носить маски в общественных местах, помните о безопасности. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово своему коллеге, ведущему программы «Здесь и сейчас» Роману Немову. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. О чем говорите сегодня? Все очень просто. Декабрь – время, когда пришла пора подводить итоги. Сегодня будем подводить итоги в сельском хозяйстве вместе с директором департамента сельского хозяйства Владимирской области Константином Демидовым. Не переключайтесь.